Так уж сложилось, что на Грушевском фестивале я первый раз. Говорят, дождь для него обычное дело, и многие оказались к нему готовы. Уже сейчас здесь больше 20 тысяч человек, и к вечеру ожидается еще больше. На поляне гостей встречает интерактивный павильон с инновационными экспозициями, а дальше начинается груша в лучших своих традициях. Мы очень ждали и очень счастливы, что здесь, даже несмотря на этот мелкий серый дождик, эту мерзкую погоду, про которую сейчас поет Алексей Игоревич Ивашенко прямо в данный момент, нам все равно это очень хорошо. Груша всегда одинаковая, всегда классная для меня, поскольку я пою с удовольствием свои песни, а люди с удовольствием приходят и их слушают. Собственно, ради этого я и приезжаю. На четыре дня на Мустрюковских озерах раскинулся палаточный город. И на этот раз здесь не только гитары правят бал, есть и более экзотичные инструменты. У меня родители ездили, брали меня с собой с самого маленького возраста, я привыкла, это прямо мое родное место. Гости и участники перемещаются по площадкам, их в этом году 16. Самые многолюдные, главная эстрада, детская поющая республика, чайхана, время колокольчиков. Дождь не останавливает ни казаков с их эффектной планкировкой, ни волейболистов, ни традиционный футбольный матч между командой ветеранов Крылья Советов и сборной мира. Собираться и петь песни нужно не только в хорошую погоду, уверены организаторы. Эта погода вносит какой-то покой отдыхательный. И люди приехали послушать песни, это чувствуется. Если бы я был представитель жюри, я бы всем, всех сделал лауреат, потому что я просто поражался, как много талантливых людей сюда приехало. И это фестиваль авторской песни, а не исполнителей авторской песни. Что касается авторов, то дело обстоит плохо. И прежде всего с поэтами. Организаторы фестиваля обещали ввести руководителей секции поэтов в большое жюри. Права на площадку получило правительство Самарского региона, а значит, Грушинский фестиваль теперь всегда будет проходить здесь, на Мострюковских озерах. И в следующем году, чтобы не пересекаться с футбольным чемпионатом, Груша пройдет с 9 по 12 августа. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.